Привет, дорогие друзья, это новый Федери Влог. Меня, блин, злит. Если у вас есть возможность создать что угодно, если предпринимательством может заняться любой человек в любом возрасте, почему вы этого не делаете? Об этом сегодня мы будем говорить со студентами Института журналистики, которых собралось 800 человек. Я пришел специально для того, чтобы как плохой полицейский разбить их розовые очки и попросить, чтобы они куда-то бежали. Мы будем общаться с Дмитрием Карпачевым, известным психологом, который расскажет, какие ментальные шоры, страхи, барьеры сдерживают человека от того, чтобы стать предпринимателем. А еще мы поговорим с швейцарским профессором бизнеса и управления, который с высоты своих пирамид корпоративного управления корпорациями расскажет о том, что такое настоящее лидерство и как быть готовым к страшному, но прекрасному будущему. Это может закончиться печально, мягко говоря. Вот пример, как нужно делать. Если я такой умный, то почему я такой бедный? That is the disaster of the financial crisis. Звідки иде ваша пристрять? Від чего вы отримаете найбільшу энергию? В принципе, этим и займаетесь. Ты должен делать то, что тебе в кайф. Инсульт people, maybe spy. Гроши – это главное. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Мы должны финансово очень хорошо уявлять, сколько стоят наши мрии. Если мы смотрим на какие-то святые базовые исследования, они говорят о том, что человек, которая, например, одружена и начинает жить, например, много людей в мире, говорят, что это плюс-минус 200-250 тысяч евро на рік на эту родину. Другой вопрос. Сколько зарплата главного редактора? Півтори – это зарплата главного редактора, 20 тысяч – это уровень, который мы считаем в Европе, что человек живет суперовое життя. И снова вопрос. Как мы ставимся до этой дырки? У нас есть два подхода. В подходе номер один – философский. Ну так хай собі пишут в газетах, журналах про цих европейцев, багатів. Мы все знаем, как эти деньги зарабатывают, они все краденые. И вообще это очень плохие, злые люди там работают. Вы с этим согласитесь и говорите, что я буду зарабатывать столько, сколько они решат мне платить. И буду жити те життя, которые я на эти деньги смогу себе позволить. И буду счастливым человеком, попри все. Если вы для себя решите, что вы с этим не согласны, и вы хотите себе поставить какие-то задачи, они должны быть очень конкретные. Есть другая позиция. Гроши – это главное. Такая самая хиба, как и предыдущая. Потому что, если вы говорите, что гроши – это главное. И единственный критерий, который вы используете, как оцинку своей успешности и счастливой жизни, если вы получили эти 20 тысяч долларов, например, то есть большой шанс, что вы проживаете очень счастливое жизнь. Потому что, действительно, это приводит к несбалансованности. Что вы будете втрачать друзей, здоровье, час, еще что-то, потому что вас цікавят только гроши, но это точно не делает вас счастливым. Но вдруг. А сейчас я вам покажу пример, как надо делать. Потому что вдруг до меня добрались, добились ребята, которые принесли мне подарок, который они сделали под влиянием курса Папа-бренда. Всем привет, мы G&K. Меня зовут Богдан, это мой партнер Максим. Нам по 19 лет. Вообще, сам бренд мы начали с того, что вот именно название G&K – это вот первых букв фамилии основателя, то есть Горшков Кучеренко. Мы на рынке почувствовали некую нужду в правильном подходе к дарению подарков. Именно поэтому мы выбрали вот эту джентльменскую тематику и остановились на таком стартапе, как коробочка от G&K – Gentleman's Box. Это галстук, наш платок фирменный, запонки и зажим, и фирменное письмо, которое будет принадлежать человеку, которому подарят. Здесь человек, который дарит этот подарок, он может написать любое поздравление. Мы это все запечатаем фирменной сургучной печатью. Все красиво, классно и людям очень нравится. Так сложилось, что наша целевая аудитория – это девушки, женщины 25+, которые дарят своим мужчинам подарки любимым. Но мы сейчас хотим трансформироваться и больше настроиться на бизнес-тематику. Все, что вы здесь видите, мы производим сами. Коробки у нас из Китая. А вот это все производится у нас в Украине. У нас есть одна девушка. Катя, привет! Мы, к сожалению, не взяли пробник, который нам делали в Украине. Это просто было убожество. А вот что нам сделали китайцы за намного меньшую стоимость и за очень быстрый срок. То есть за 25-30 дней они это все сделали. Наши украинские производители, если я не ошибаюсь, 100 коробок за 80 дней сказали сделать. Цена в 3-4 раза больше. Это дерево, это МДФ, абсолютно все качественно. Украинские производители, пожалуйста, вот чисто от нас, от G&K. Ребята, если вы занимаетесь коробками, если вы занимаетесь упаковками и позиционируете себя как ребята, которые делают реально качественно, пожалуйста, вот пример, как нужно делать. Не надо производить что-то такое невообразимо плохое и потом пытаться продать за 2-3 раза дороже. Это не круто. Мы же знаем, что вы это все везете из Китая, всю фурнитуру везется из Китая. А вы просто обманываете людей. Вот и все. Мы G&K. Ребята, где-то вот здесь появятся, не знаю, как уже вставят наши инстаграмы. Обращайтесь, сделаем коробки. Обращайтесь, если реально заинтересовал этот продукт. Подписывайтесь обязательно, да. Create whatever. Но вдруг. Кто не любит математику, скажите честно. Доброе. У меня есть плохая новина. Математики перемагают гуманитария в этом мире. Вы можете с этим не согласиться. Я говорю сейчас про статистические свои спостережения. Когда я питаю своих успешных клиентов, кто вы за освитою, переважно большинство людей – инженеры. Они работают в других сферах. Но то, как они видят жизнь, оно имеет очень конкретный, очень практический, очень системный подход. Вы можете, даже если вы супер-гуманитарий, это круто. Вы не можете отключать свою другую часть мозга, которая отвечает за цифры. Если мы говорим математично, про жизнь, и смотрим на это прагматично, фактически это одна лінія, такой таймлайн. Ваша найактивнейшая стадия жизни – 20 до 60 лет. Какой отрезок является лучшим на свободе? Сейчас вы остаетесь человеком свободной, которая может инвестировать в свой успех 100% своего времени, чтобы бюджет времени более важен, чем бюджет времени. Первый перелавный момент – это шлюб и первая дитина. И тогда у меня вопрос – а сколько у вас времени осталось до шлюбу и первой дитины? Менше, чем 10 лет, в среднем статистических. Тобто вам на то, чтобы встигнуть побудовать свою карьеру и сделать этот рывок, когда вы на легке максимально, – несколько лет. А вы говорите, что все життя попереду. У вас несколько лет для прорива. Я не говорю, что вы не сможете ничего делать после этого. Но это золотые годы. И вопрос – как вы их используете. Поэтому, когда вы говорите, что у меня все життя попереду – супер-помилка! Если мы говорим про правильный майндсет. Я считаю, что життя – это компетитшн. Как перекладывается слово компетитшн из английского языка? Змагание. А еще как? Конкуренция. Конкуренция происходит за найкращие посады, найкращих человек, найкращих дружин. Их к количестве очень ограничена. И кто-то победит. Через 7 лет вы должны принимать решение, с кем вы будете вступать в шлюб. Або на какую работу вы пойдете. Потому что есть всегда смагания на рынке талантов, на рынке капиталу. Кто-то переможе, а кто-то нет. И есть очень неприятная история, что в мире социума все равно кто-то переможе. Он будет плескать переможцем. Ресурсы обмежені. На всех не висточить. И снова таки, питание. Вы можете это принять и сказать, окей, я с этим согласен. Або вы готовы к борьбе. И если вы готовы к борьбе, вы точно выиграете. Вы точно достигнете больше, чем человек, который кладет лапки и скажет, ой, это как-то несправедливо. Они мне дали такую зарплату, я вот это буду на ней работать. Хотел задать маленький блок Блиц вопросов по поводу психологии предпринимателя, психотерапевту, который воспитывает детей многочисленных от 0 до 11 лет. Но я считаю, что все предприниматели, они в принципе как дети, только стараются заработать деньги. Привет, Дима. Скажи, пожалуйста, почему предпринимателями становится только плюс-минус 4-5% людей? Я думаю, что не верят в себя. Не верят в себя люди. Это первая часть, почему кто-то не становится предпринимателем. А дальше вот с тем, кто становится, там тоже двоякая история. Есть люди, которым это в кайф. Вот им интересно заниматься бизнесом. Они делают то, что им нравится. И деньги какой-то побочный для них продукт. А есть люди, которые занимаются бизнесом для того, чтобы кому-то что-то доказать. Ну, будем так говорить, это некая такая травма. Вот я докажу папе, что я тоже крутой. Ну, как ты понимаешь, первая категория им повезло больше, чем вторым. А чего не хватает этим 95%? Почему они дезактивированы? Я думаю, что главное качество предпринимателя это ответственность. Это способность принимать решения и нести за них ответственность. Это то, от чего все боятся. И именно поэтому я считаю, что уровень мышления предпринимателя, пускай даже небольшого, у него там своя шаурмичная есть на рынке, он качественно в лучшую сторону отличается от уровня мышления наемного сотрудника огромной корпорации, даже если он там занимает высокий пост. Да, может быть, у него более развит интеллект, но он распоряжается чужими деньгами. А предприниматель, у которого есть своя шаурмичная, он распоряжается своими деньгами, он принимает свои решения, за которые он реально отвечает. А тут, ну, ошибся, ничего, вкладчики перестрахуют. Скажи, пожалуйста, вот этот вот вопрос ответственности, я абсолютно согласен, я тоже считаю его фундаментальным. Как в себе это можно развить? Можно ли с этим что-то сделать, если ты вот патологически боишься вот этих вот вещей? Ты в своем вопросе проговорил ответ. Нужно бороться со страхами, со страхами ошибок. Ведь в ответственности главная проблема не в выигрыше, а в проигрыше. И когда человек боится ответственности, он боится негативного исхода. Почему боится? Потому что не знает, что с этим делать. Либо потому, что для него очень важно, чтобы его хвалили. Для него важно быть идеальным, самым лучшим. А самые лучшие люди, идеальные они не совершают ошибок. И поэтому многие даже браться не будут, чтобы не совершить ошибку. Они будут оставаться в каком-то вот мире, где все стабильно и понятно, и у них есть возможность сохранить лицо. А ответственность всегда связана со страхом это лицо потерять. Хорошо. А если этот страх потеря лица, можно его разложить на какие-то подстрахи? Или как-то технологически его внутри себя атаковать, чтобы его преодолеть? О страхах нужно знать следующее. Есть два типа страхов. Будем так говорить. Физиологические и социальные. К физиологическим страхам относятся страх высоты, боязнь крокодилов, боязнь скорости. Это все то, что может повлечь за собой летальный исход. А к социальным страхам относятся страхи, ну, допустим, оказаться плохим любовником, плохо выступить перед аудиторией. Здесь нужно понимать следующее, что страх — это естественная эмоция, которая у нас должна быть. И многие неправильно подходят к страху. Они стараются со страхом бороться. Но смелость — это не отсутствие страха. Это понимание того, что в жизни есть что-то более важное, чем страх. И вот бороться со страхом высоты, бороться со страхом крокодилов, наверное, ну, не стоит. Это глупо. Вот если ты боишься крокодилов, то глупо бороться со страхом переплыть реку, в которой они живут. Ну, это может закончиться печально, мягко говоря. А вот бороться со страхом публичных выступлений — нужно. Нюанс заключается в том, что наша психика, страхи физиологические, которые могут повлечь летальный исход, проживают точно так же, как страхи социальные. Но мы-то понимаем, что ничего страшного не произойдет. Мы не умрем от того, что выйдем и выступим перед аудиторией. И когда ты осознаешь свои социальные страхи, нужно просто идти им навстречу. Модель следующая. Если ты знаешь, чего ты боишься, это надо начинать делать. Боишься знакомиться? Вот с этого дня твоя задача — знакомиться с семью людьми. Вот просто пришел, познакомился, узнали друг друга имена и пошел дальше. Когда ты нарабатываешь критический опыт, ты понимаешь, что в этом нет ничего страшного. То же самое касается публичных выступлений. Гарантирую, там на 75-м публичном выступлении ты уже не боишься. А если мы говорим о страхах, например, те отговорки, которые я слышал. У меня есть обязательства родители, семья, дети, платеж по кредиту и так далее. Сейчас я могу эти обязательства выполнять, потому что у меня стабильная зарплата. А вот я стану предпринимателем, я облажаюсь, и я не смогу платить по счетам, например. И я подведу своих близких. Это одна история. Вторая. Я накопил, не знаю, 2000 долларов или 2 миллиона долларов. И вот я это сделаю и потеряю то, что вот у меня есть. Я потеряю даже то, что у меня уже есть. Но они же у меня уже есть. Вот они. А тут бах, их не будет. И третья история. Это история, связанная с тем, что у меня не получится, потому что я несовершеннен, потому что я чего-то не знаю. Вот я накоплю знания где-нибудь, когда-нибудь, и вот тогда, может быть, вот... Все эти три истории объединяет один фактор. Неверие в себя. Неуверенность в том, что ты сможешь реализовать себя как предприниматель. Да, возможно, ты какое-то время, у тебя будет просадка по выплатам, по кредиту. Но когда ты веришь, ты сможешь это сделать. И потом все компенсируешь. Если у меня есть энная сумма денег, которую я боюсь инвестировать, то там отсутствует уверенность в том, что я смогу это сделать грамотно, а если потеряю, потом смогу это вернуть. Значит, получается, что ты эти деньги, это какой-то случай, раз они у тебя появились. И это не вопрос твоей компетенции, а вопрос того, что звезды как-то вот так вот были правильно расположены. Ну, а третий, он в чистом виде про неуверенность в себе. И я считаю, что вот эта вот история про знания, это очень хорошая отговорка для многих. Сто процентов. Ну, я все это считаю отговорками, но люди же на это опираются и не прыгают. Потому что им внушили, что они не смогут. У них это базовое отношение к себе. Я несостоятельный. Но тут есть интересный нюанс, который мешает им это увидеть. Сложно жить с осознанием того, что ты несостоятельный лох. Поэтому они всячески эту мысль от себя гонят. Им нужны какие-то легальные оправдания, не развиваться и не заниматься. Ответственность перед близкими. Очень круто. Реально круто. Страх остаться без денег тоже так более-менее отлично звучит. Вот это вот история про то, что мне будут нужны знания. Тут вообще все благородно. Я все хочу сделать хорошо. Но все это, за всем этим скрывается страх столкнуться с тем, что ты на самом деле никто. Что ты... Ну, то есть ты тот... Не, не... Смотри, не на самом... Вот ты думаешь, что ты никто, потому что тебе об этом внушали. Потому что ты привык к этому. Потому что тебе с детства рассказывали, что для того, чтобы ты был красавчиком, тебе надо хорошо учиться. Как с этим быть? Как человеку... Ну, вот еще раз. Я знаю кучу людей, которые ходят на конференции, как на работу. Вот все бизнес-конференции, они чуть ли не в первых рядах. А что с бизнесом? Ну, вот, да, вот. Скоро будет. Ну, то есть... Ты знаешь, ну, я бы порекомендовал психотерапию. И на самом деле это очень хороший инструмент, потому что для психотерапии это как гигиена души. Мы же каждый день принимаем душ. Мы регулярно чистим зубы. С определенной периодичностью ходим к стоматологу. То же самое нужно делать и со своей психикой. У нее тоже есть отходы жизнедеятельности. Но это такая вот. Для тех, кто серьезно хочет что-то поменять. Для тех, кто пытается это сделать самостоятельно, им нужно понять одну вещь. Есть такое... Ну, такое словосочетание, как духовное пьянство. Я не слышала. Ну, для меня это... Вот посещение конференций, ретритов, чтение книг без конкретного изменения в своей жизни. Вот это все бессмысленно. И первое, что нужно понять, что ты таким образом просто себя успокаиваешь. В какой-то момент в жизни у меня было следующее правило. Я не брался читать следующую книгу, пока то, что я прочел в книге, которую сейчас читаю, я хоть как-то не реализовал. Я не посещал следующее там учебное мероприятие, следующий тренинг, пока я хоть как-то и что-то не применил из того, что вот я уже узнал. Потому что у меня на определенном этапе оказался очень большой разрыв между тем, что я знаю и тем, что я делаю. И этот разрыв нарастал, нарастал и нарастал. И мне как-то стало от этого некомфортно, потому что возник вопрос, если я такой умный, то почему я такой бедный? Скажи, пожалуйста, вот ты говоришь по поводу неверия в себя. Когда человек что-то попробовал, решился, и у него не получилось, какие там топ-3 техники утилизации негатива от ошибок ты рекомендуешь? Не знаю, как это техники, это больше, наверное, такая мировоззренческая парадигма. Первое, нужно просто понимать, что нет ошибок, есть обратная связь. У тебя не получилось, значит, если ты правильно это проанализируешь, у тебя будет возможность знать, что нужно делать в следующий раз, чтобы это не повторилось. И таким образом ты, по сути, накапливаешь опыт, потому что опыт это не то, что с нами происходит. Опыт это то, что мы осознаем. С нами происходит очень много вещей, но мы их не осознаем. И вот когда я попробовал, у меня не получилось, это не про опыт. До тех пор, пока я не осознал, почему не получилось, и что нужно сделать в следующий раз, чтобы получить другой результат. Ну, это очень близко к такой кремниевой философии, то есть, которая там про дизайн мышления, они вот то же самое, они, когда человек там трижды облажался, они его называют experienced interpreter, опытный предприниматель. Но знаешь, есть обратная сторона, кстати, это то, что эта философия, там она возведена в философию, она воспитала огромное количество людей, которые с атрофировавшимся болевым рефлектором, ну, рецептором по поводу поражений. То есть, им настолько внушили, что поражение это не страшно, что для них это стало образом жизни. Они делают стартап, они получают на него инвестиции базовые, то есть, скажем так, ну, там, первые там или стадии стейч А, да, то есть, скажем так, и он как-то там год существует, у них не получается, они говорят, ну, какая разница, ну, не получилось. И они уже перестают ставить себе как большой выигрыш, большая победа, достижение, как цель. Ну, и так нормально. Ты знаешь, а я вот не соглашусь, что это вопрос вот этой вот философии. Это вопрос личного выбора человека. Потому что, скорее всего, я просто не изучал этот вопрос, но я думаю, среди вот этих вот стартаперов есть люди, которые не успокаиваются, которым реально хочется сделать что-то большое. А есть те, кто просто использует это как интересный способ заработать без какой-либо ответственности. Напилю-ка я стартапчиков, соберу-ка я деньги, ну, а там посмотрим. Не получилось, ничего страшного, я все равно купил себе новую машину. А те, кому реально важно что-то сделать, они на этом не останавливаются. Я в свое время прочитал очень забавное определение того, кто такой эксперт. И я вот, когда у меня сын допускает какие-то ошибки, когда он расстраивается, я ему всегда об этом напоминаю. Я с этим согласен. Эксперт – это человек, который совершил все возможные ошибки в той деятельности, в которой он эксперт. Круто. И это не про то, что ошибка не важна. Это про то, что ты реально благодаря этой ошибке становишься более эффективным. Круто. Хорошая мысль. Скажи, пожалуйста, последний вопрос по поводу цели и полагания. Есть предприниматели, которые создают что-то и останавливаются на чем-то маленьком. То есть они выходят на свой уровень 5 человек, 15, не знаю, 50, и говорят, что, I'm done, мне отлично, я буду здесь. А есть люди, которые там неутомимо строят корпорации, в которых работают тысячи людей, хотят захватить мир, еще 20 заводов, один в Иране, второй в Северной Африке. Что принципиально их отличает? Если мы исключаем гороскоп, в рамках которого вот ему суждено было быть таким масштабным, ты знаешь, вот… Ты веришь в гороскопы? Наверное, да. Окей. Ну, не в те, которые печатают в газетах. Хорошо. Только журналы. Только журналы. Никаких газет. Глянцевые причем. Обязательно глянцевые должны быть. Сложно сказать, но вот эта амбициозность, за ней всегда, на мой взгляд, стоит глобально два направления. Первое – это психическая травма. Когда хочется больше, когда тебя это не устраивает. Вот есть же люди, которые по факту вот они себя реализовали во всем. У них есть возможность делать все, но они продолжают дальше наращивать это, несмотря на то, что жалуются, им это не нравится. У них целый там перечень трудностей, которые вызывает вот эта вот постройка заводов в Иране еще где-то. Они не останавливаются, потому что для них это, ну, некий маркер их собственной значимости. Как-то так. У кого-то заводов больше, чем у меня. Это и плохо. Я чувствую себя так далахом, поэтому надо делать больше. А вторая категория людей для тех, это категория, для которых ну, бизнес – это реализация себя. Вот, он не задумывается о том, сколько у него денег. Он в процессе. Ему это интересно. То есть, он не подводит вот эту вот бухгалтерию там с точностью до копейки. Он это делает, потому что ему в кайф это делается. Круто. Есть ли у тебя какой-то вот последний психологический, не знаю, там, совет, который можно дать всем предпринимателям, особенно там до 35 лет, может быть, про бизнес, а может, не про бизнес. Что им нужно учитывать и взять себе на вооружение вот из твоего арсенала? Жить нужно так, как ты хочешь. Вот, и тут разумное сочетание следующее. Я далек от мысли, что мы можем построить свою жизнь вот максимально идеально, вот прям все у нас будет гладко. Но в 10 случаях, вот мы берем 10 случаев, в 7 случаях из 10 ты должен делать то, что тебе в кайф. Тогда у тебя будет энергия для того, чтобы вот в тех трех случаях, когда реально надо преодолеть себя, ты это сможешь сделать легко и без проблем. Когда все наоборот, когда ты 10, 7 из 10 делаешь то, что тебе не нравится, то на вот эти вот три, которые тебе нравятся, уже как бы ни времени, ни энергии, ни ресурс. Круто. Я согласен на 200%. Спасибо. Классичная стратегия прожить результативное и сбалансованное життя. Если человек будет зациклена, зафиксована только на грошах, и он говорит, окей, вы помните, фильм «Брат 2»? В деньгах все силы брать. Как правило, снова ж таки, я бачу, в дуже багато людей, дуже небедных. Это всегда будет компенсовано чем-то еще. И наоборот, ваша задача тримать баланс. Не треба обирать математика или гуманитарные науки. Мает быть баланс. Не треба обирать раціо или эмоции. Баланс. Не треба обирать детей, родина или карьера. Нема этого выбора баланса. Если мы говорим про куди, я хотел бы сказать, по-перше, про активы и пассивы. Кто читал книжку очень популярную «Богатый папа, бедный папа». В принципе, как люди стают богатыми, как люди стают бедными, очень четко описано в этой книжке. Не хочу ее рассказать, но, если говорить очень коротко, многие люди купуют активы, бедные люди купуют пассивы. Бедные люди купуют речи, которые смущают их витрачать еще больше грошей. Каждый раз, когда вы делаете какую-то большую покупку, вы должны думать, а что я купую? Я купую пассивы или активы? Мать активы, которые могут вас годовать в момент, когда вы потеряете здатность работать, это большая задача. Я проведу вам один пример. У меня был товарищ, он очень много працетовал в КВН. За один день они работали в паре, они брали 10 тысяч долларов США. То есть, ты приехал на вечер, взял в микрофон, привет, любые друзья! И в вечері в тебе 5 тысяч долларов. И в грудни у него такие концерты майже каждый день. Но наступного ранку я прокинувся, в меня немало голоса. зв'язки отказали. И если нет голоса, я никому не нужный. И поэтому он говорит, окей, мы в этот момент инвестировали все деньги, которые у нас были, в какое-то обладнание, которое мы могли сдавать в рентал. Потому что мы понимали, про это много пишут книжок, про то, что если у вас нет высшей цели, которая вашим главным драйвером, которая вас подкидает из лужка в раннем, нет денег, нет комфорта, нет удовольствия, нет активов не решают эту историю. Если мы говорим о как, как этого достигнуть, как туда идти. Первая речь, горизонт планования. Что такое горизонт планования? Большинство людей в свете мислить своими планованиями до начатого следующего месяца. Потому что на начатого следующего месяца зарплаты и они затиснуты в этот промежок в 30 днів. Чим больше продвинутою, просуненою особистість, тем больше горизонт планования. Той, кто грает в довгу, завжди выиграет, у того, кто грает в коротку. И если я говорю про эти золотые роки, что это значит? Если вы сейчас начнете вчити не важно что, орфоэпию, менеджмент и так далее, вы в первые месяца програете. Почему? Потому что ваши друзья пьются гулять кудись, а вы будете сидеть дома и читать про этот дурацкий менеджмент. Это програш точки зрения удовольствия. Но через 3 года, через 4 года, через 5 года, когда этот массив знаний вы получаете, вы выиграете в тех, кто эти речи прогуляет. Горизонт планования має быть минимум 5-7-10 лет. План это ничего. План это ничего. Вы можете его изменять постоянно. Но система планования, те вопросы, которые вы себе задаете, это важный вопрос. Если вы будете сказать, что я шукаю себя, сейчас я поэт, потом копирайтер, потом журналіст, потом контент креатер, потом я ментор, потом я йог тренер, потом я тут мастер, потом я еще что-то. Но вы, возможно, себе никогда и не знайдете. Вам нужно понимать свой passion. Звідки иде ваша пристрадь? Від чего вы отримаете найбільшую энергию? Еще одна история. Базові навички. Если мы говорим про базові навички, это английская мова, presentation skills, negotiation skills, персональные финансы, умение плановать свой час, умение працювать с проект менеджментом. Это базовые вещи. Они не вашей уникальностью, не вашей перевагой. Просто вы без этого не идете вперед в принципе. Род школе это более адаптирует к к к Anything к в к к к руку Мы должны длительствовать, мы должны двигаться. Даже если мы сделали ошибки, давайте продолжим идти. Здравствуйте в Киеве. И моя первая вопроса, что это странно, потому что в 1979 ты получил вашу PhD в Yale University. Это именно год, когда я был род. В этом время, какой был ваш самый крупный вклад в академическое менеджение? Какой был ваш главный вклад? Первый, спасибо Андрей, это огромная вопрос и напоминает мне о том, что я стараюсь, так что спасибо. Я думаю, что большая вкладка, что, когда ты идешь на уровне, ваши инструменты должны становиться более легче. Семперернее? Семперернее, потому что люди не имеют много времени, проблемы очень сложные, и если вы добавляете комплексные инструменты к проблемам, вы получаете сложность. И я бы сказал, что это дизастер для финансирования финансирования, потому что там было так много проблем в финансировании, что все люди потеряли контроли, including академики, которые были уникальными новыми иннованиями, и новые инструменты. Так что это был мой лезон, и это что я сейчас применяю в моем учреждении, на board уровне, или на senior executive уровне, Я пытаюсь делать, как я учусь, как инженерный студент. Городный инженер использует инструменты, но потом автоматизирует инструменты для его или его контекста. Что является важным инструментом, если у вас есть возможность выбирать только один? Я думаю, что важный инструмент является правильный инструмент. Это не харизма, не мощность. Но больше вы уходите в компании, больше вы должны быть fair play. Это большой контакт с fair share. Люди могут быть fair play или они ездят через счет. Они получают большую счет, от зарплаты, от зарплаты. Если вы идете fair share, вы получаете не fair play. Вы имеете то, что вы убили? Да, что вы едете. Что вы едете? Что у меня есть? Некоторые люди едут то, что они не убили. Это то, что другие люди убили. То есть, fair play. Он пытается обеспечить, что, может быть, что вы едете может быть убили от других. Они бы думали это на этих предметах. Они бы собирались по-другому. Потому что, может быть, 내일 или деда, я не возьму ничего от зарплаты. Поэтому, когда я hunting, дедушка, я делаю с вас. И сегодня хочу общаться. Может быть, у вас может быть университет, чем я. Но тогда вы делаете с нами. Так что у меня и несловатся. Здесь всегда он интересный разбой между fair play и fair share. Cool. And what it means for you to be a great leader in business, in entrepreneurship? Oh, I think great leaders have a vision. So they see something that other people don't see. So I think the visionary side, they see a business opportunity, they see a challenge, they see a solution. You know, I think entrepreneurs are people who don't necessarily entreprendre, like they say in French, which is they take, but they first see things. Now, sometimes they see wrong, but I would say the thing I find amazing is some people see things that other people don't see. And that's what I respect the most in business. If you take the classical journey of an entrepreneur who is coming from his idea, then the startup mode, then the companies and maybe a corporation. What is the crucial mistakes people do on every stage? Not listening. So not listening, too much perseverance, too much thinking, you know, and not adapting to the context. The saddest thing about entrepreneurship is that actually most entrepreneurial ventures succeed when they kick out the founder. And they kick out the founder not because he's bad, it's just that he's unwilling to yield. He's unwilling to go to the middle. He's unwilling to adjust. He was a very stubborn person. Maybe he did, you know, 15 years of entrepreneurship. And he feels that he's now successful. He doesn't need to listen because if he had listened, he wouldn't have been an entrepreneur 15 years later. So this duality between perseverance, which I need, because if you're not perseverant, you're not an entrepreneur. Because if it's easy, then everybody does it. There's no entrepreneurship. So you must be perseverant, but you can't become stubborn. And the sad thing is at some point, perseverance becomes stubbornness. And at that point, there should be an alarm bell and say, it's time for you to change. It's time for you to listen to others. Because otherwise, entrepreneurs need capital, need money. And the entrepreneurial venture doesn't necessarily generate enough capital. If you have enough capital, retained earnings, you can do whatever you want. You can destroy. This is Elon Musk. But Elon Musk had a, you know, a lot of money, which he put into the car business. Now, he doesn't have enough money. And what made Elon Musk great as an entrepreneur was actually using his own, also using his own finance. But now, he needs to compromise. And this is actually quite difficult for him, as it is for any great entrepreneur. I mean, Steve Jobs was fired twice from Apple. Most people say this was not so bad, because when he was fired, he developed Next. And Next became sort of iTunes or, you know, other things. But there probably was a better way for Steve Jobs to adjust, accommodate, to have difficult discussions inside Apple and not to be fired. So, you're in business of management for about 40 years. How globalization and digitalization have changed things? First, the globalization has really been, as Joe Santos says, nailed by digitalization. It's that the digitalization was a tipping point. And it made the global world very fast, very violent, very much there, very much present. And I think the ultimate paradox of globalization is that in the global world, you know, the people who actually won are not the people we thought we would win, which is the Western advanced economies have not won. Many of them are in trouble, France, you know, UK, US now. But the great winners of the globalization game are the emerging markets. China, Singapore, Africa is still sort of lagging. But the winners are not the winners we thought they were. We thought the big countries, the advanced economies, would win. And in that sense, Ukraine could be a winner of globalization because with digital and global technologies, Ukraine can both attract foreign capital and foreign talent and also export to the rest of the world. So I find a duality between global and local very interesting. And the final conclusion is, in the global world, you must be global and local, not just global or not just local. If you're just too local, you lose opportunity. If you're too global, you don't have roots. So you must actually be present in markets and apply differentiation of your offer according to the local geographies, countries, you know, cultures that you meet. How do you think owner of the company or CEO should approach change and innovations in this accelerated world? Yes, I think in the accelerated world, it's going to be a team play. I think the world is becoming more complex. And to think that, like before, one owner or one founder or one CEO can have all the answers, I think it's delusions. Companies will become more collaborative. On the Internet, you cannot do anything alone that is constructive. You need supply chains, partnerships. So you cannot work alone. So I think the good news of the digital world is it's going to be more collective, more collaboration. And I think solo players will have difficulty because the only thing you can do by yourself and maybe not even is be a nuisance. So you can actually, you know, insult people. You can try to, you know, maybe spy. Even cybersecurity is not one person, you know. It's sort of you have a team behind. But the global world and the future world is still a big question mark. That's the most fascinating, which is we don't really know where we're going. And maybe we know even less where we're going than, you know, what we knew before. It could be now that things are accelerating so much that you have to sort of plan in advance. Otherwise, you miss it. So it's not clear that just reacting fast will be enough. You must make bets in advance. And these bets will not all work out. So there'll be more risk, more bets, more failures, more learning. Explore the future before you make a bet. Make a bet. Execute on the bet. Correct. Because the bet will always be changing and never be stable. How should developing companies which are in developing markets behave themselves to use these opportunities and challenges? Well, I think they should develop and they should use, they should first have a view of the world, which is it could be now that the best opportunities are not necessarily in the local country. But you also need to explore the opportunities in the local country, because if you are located in a country, you know that country. And the big advantage if you're a Ukrainian firm is to understand Ukraine. Ukraine is a very special country, very relatively complex country, open country in some ways, closed in other ways. So the best defense for Ukraine is the complexity of Ukraine. So it's difficult for other people to come in because, you know, it's relatively complex. But the second part that Ukrainian development companies, and this is offered, this opportunity is offered by the global world, is look at the world. And if you develop a good service, a good offer in Ukraine, I would guess that, you know, a few changes to that will also be very of great interest to Britain, to America, to France. So think and act local and global is sort of what I would say. If you can recommend three books, which can have a dramatic influence on an entrepreneur, what three books will you recommend? A great book also given by a colleague of mine, actually, it was called The Three Tensions. Basically, it's about managing different opposing views. And I think The Three Tensions is a fantastic book. It basically means that the great winning companies are not people who make big moves, you know, from left to right, from one extreme to the next one. But people who move, you know, in a little bit like a boat, you know, let's do 10 degrees, 10 degrees, another 10 degrees. Or like you do investments, you know, I invest 10 percent, then I invest another 10 percent. I never go to 100 percent in one. So I think that's a very useful recipe for, I think, the future world. Another book which I like very much is by Gemma Watt from Harvard. It's called Strategy is Commitment, which is everybody talks about agility. But as I said before, in the modern world, you need to make bets before you know whether they succeed. And that's a big gamble. So I would say Strategy as Commitment, I think, is a second book. And then I think I would have the books on leadership profiles. I think it's Gardner to understand that there isn't one leader, but that everybody has leadership talent, but we're not complete. So understanding that there isn't one profile of a leader, that there are different profiles, that people are different, that different leaders are different. And I think that brings me back to team play, which is, you don't have it all. So don't think you have it all and you can do it by yourself. I'm Ludo Van Reijden, corporate governance professor from INSEAD, co-founder of the Ukrainian Corporate Governance Academy. And I can only say create whatever. Intellect and emotional intellect. I think, again, it's about balance. If you want to be successful in any sphere, you have to feel people. Karma exactly exists. And if you will do it badly, if you will do it badly, if you will just don't care about their feelings, then everything will turn. If you will always have the opportunity to change with that person, the person who wants to change your job, who asks you to do something else, then there's something else that works. You can agree, this works. Fantastic and important slide. So freedom is responsibility. Your ability to be able to take responsibility. It's easy to take responsibility for your ability to take responsibility after your future. It's not a fear for future. I would say, even to take responsibility for what you know. What is it for? безлечи политиков, которые претендуют на мейнстрим, на большие купи населения. Что они обещают? Стабильность. Абсолютно точно. Но мы все, кто трое раз дивится на речи, понимаем, что стабильность не существует в современном мире. И кто-то мает сказать, «Доброе, я принимаю это решение. Я буду за него отвечать». И сам эта человек получает больше доверия и больше свободы, если она готова отвечать за свои слова. Для меня суть жизни, суть подприемства – это способа брать больше ответственности без страха, чтобы получать больше свободы. Что интересно, когда мы говорим про сравнение, что что-то хорошее, что-то плохое, успешное, не успешное, у нас часто приходит такая шкала 100%. И когда мы говорим успех, не успех, мы думаем, ну успех – это 100%, или, например, не успех – это 100%, а успешное – это может 120% а может даже 150%. Так вот, чем я хочу закинчить? Резница между успехом и не успехом не 50%, а 50 тысяч раз. Когда человек начинает выходить, когда она справедливо ловит витер успешности, витер своей пристрасти, она начинает выходить, она летит в стратосферу. И разрыв между теми, в кого выйдет и в кого не выйдет, может быть просто фантастичный. И я бы очень рад, чтобы все люди, которые сегодня здесь, поборолися и успешно были в правой половине, а не в левой. И на остаток, какие ваши життя вы креды? Ну, креет, whatever, створи, бучо, бучо, а ли створи. А что вам было полезно, скажу, всем слайдам? Выпускаешься, кажется, если я учу человек, для учебы будет все плохо, а вывод вас очень, на правду. Вот это самое полезное, потому что на самом деле, ну, это очень важно. Чтобы откровенно, так как есть, там не будет все гладко. И это нормально, но в итоге все равно все получится. Да, вот это круто. Спасибо вам большое. Главное не расстраиваться, да. Спасибо большое. Можно потягивать, заблокить? Молодчо, я кое вам. Субботний ранг, субботний ранг и просто. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова